Гражданская война в Испании В 1818 году на развалинах двух исчезнувших многовековых империй, Османской и Австро-Венгерской, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев представляло собой истинно эмансипирующий и антиимпериальный проект. Принцип национального самоопределения, возвышен в 14 пунктах Уильсона и победой Октябрьской революции, был в значительной степени реализован только что в созданном Южнославянском королевстве. Исследования показывают, что югославское объединение не было продуктом контингенции, оно стало результатом рационального исторического сознания и политического и социального развития на протяжении более одного столетия. Идея Южнославской интеграции базировалась на южнославянской национальной идентичности и степени близкости языков сербов и хорватов. На ряду с желанием южнославянских народов или, по крайней мере, их политических и интеллектуальных элит, реализацию идеи эмансипации, существующей более одного века, свой вклад внесли и великие державы-победительницы, выделяя новому королевству множественную антиимпериальную роль. Опекуна условий Версальского мирного договора в рамках юго-восточной Европы, оплота борьбы против реконструкции Германской и Габсбургской империи, а также препятствовать процессам распространения идей Оксбургской революции. Следственно, эти роли были обусловлены и географическим расположением югославских соседей. Побежденная Австрия, ревизионистская и травмированная Венгрия, вражденные Болгарией и Алманией, и, наконец, в перспективе самая мощная и с имперской точки зрения наиболее опасная из 1922 года фашистская Италия. В отличие от тоталитарных тенденций в некоторых из крупнейших европейских стран, Испания полна надежд, в первой половине 30-х годов движется в противоположном направлении. Вторую Испанскую республику по некоторым толкованиям устанавливает сила интеллектуальной мысли, поддерживающая республиканскую концепцию, связывающую с идеями всеобщего прогресса и liberalизации общества. Конституция, учадившая декабрия 1931 года республику, дала мощный импульс демократизации страны, ухадзая от консервативной формы реализма, государственного централизма, королистического традиционализма и католического клерикализма. В начале с процесса федерализации страны, церковь отделена от государства и церковное имущество национализировано. Женщины получили право голоса, пока оградная реформа ознаменовала собой подлинные намерения к созданию более справедливого общества. Препятствиями на пути этих процессов выступали правые клерикальные и монархические партии движения, противостояв сильным, левым и демократическим возможностям. Ускоренные процессы демократизации реформ простимулированные Конституцией 1931 года были усилены с трудом доставшейся победой блока левых партий и Либерального народного фронта над консервативно-националистическим национальным фронтом на общих выборах в 1936 году. Отсутствие элементарного социального консенсуса в обществе эманированное словосочетание о двух Испаниях привело к усилению социальных и идеологических противоречий, которые впоследствии переросли в военный мятеж, который не был в состоянии взять власть в республике, ровно как и республика не была в силах подавить сопредставление правых постанцев. Упомянутые высшие обстоятельства привели к крововой гражданской войне в Испании, которая длилась с юля 36-го по апрель 39-го года, представляла своей сильной и ясной кристаллизацией идеологических концепций своего времени, фашизма и антифашизма, парадигму 20-го века. В течение трех лет конфликта, имевшего незапамятное эхо по всему миру, около полумиллиона людей были убиты, умерли от голода и болезни, сотни тысяч сталей беженцами, были сожены или разрушены сотни деревни и городов. Во время экспансии агрессивного фашизма Гитлера и Муссолини Испания была, по словам Эрика Хоббсбаума, единственной полей битвы. Во-первых, у нас была только одна группа врагов, фашисты. Во-вторых, существовало одно поле битвы Испания, писал в воспоминаниях влиятельный историк. В годы гражданской войны с 1936 по 1939 в Королевстве Югославии, как и во всей Европе, Испания кристаллизировала резко противоположные друг к другу идеологические ориентации интенсивнее, чем любые другие события до антифашистской войны на Пиренейском полуострове. Коммунисты, с одной стороны, как самая сильная и наиболее организованная поддержка испанским антифашистам и представители югославских властей, четко находившихся со стороны франкизма с другой, были репрезентами глубоких внутренних противоречий и разделений, которых югославское общество функционировало в 30-е годы XX века. Определение действия югославских левых и правых на протяжении четырех лет борьбы, которую республиканская Испания вела ради собственного выживания, были лучшим антиципированием грядущей войны против фашизма внутри самой Югославии. Проследуемые как враги государства с помощью репрессивного аппарата полиции, скомпрометированные через проправительственные, уже нередко и профашистские СМИ, югославские левые, в первую очередь члены нелегальной КПЮ, были главными протагонистами борьбы за выживание Испанской республики. Когда речь идет об отношении королевства Югославии к практическим и реально политическим вопросам антифашистской войны в Испании, без всякого сомнения можно утверждать, учитывая только вышеупомянутые параметры, что характер югославского монархического режима был профранкским. Сохранившиеся архивные материалы, вне всяких сомнений, дают основы утверждать, что королевство Югославии было антикоммунистическим союзником Франка. Влиятельный югославский министр внутренних дел, Антон Корошец, говорил, «Во время гражданской войны в Испании наши симпатии были на стороне Германии и Италии». Первый официальный акт югославского правительства, касающийся войны в Испании, был принят уже 23 августа 1936 года. Милан Стоядинович, премьер-министр и министр иностранных дел, накануне проинформировал французского посла в Белграде, что его правительство готово присоединится к французской декларации о нейтралитете и немешательстве во внутренних делах Испании. Однако уже 25 февраля 1937 года югославское правительство приняло решение о запрете на збор и отправку добровольца в Испанию, которое включало себя и запрет на збор денежных средств и добровольных взносов и уголовную ответственность в случаях оказания помощи законам испанского правительства. Кроме того, таким образом была установлена и правовая основа для судебного проследования югославских коммунистов, которые собирали и отправляли помощь в Испанию. Для нарушителей этого приказа правительство предусмотрело драконовские штрафы, плоть до утраты гражданства для тех, кто проживал в Испанию без предварительного разрешения властей. Специальное отделение полиции было нацелено на преследование коммунистов, пользуясь вербовкой добровольцев для войны в Испании в целях борьбы с важным внутренним политическим противником. Сотни югославских граждан были арестованы, интернированы, их дело помощи Испанской Республиканской армии передано в суд. Десятки журналов, книг и брошюр с силкой на антифашистскую борьбу были строжайше запрещены, а все их копии приказаны к уничтожению. Репрессивный характер югославского правительства в особенности был проявлен в 1938 году, когда запрещали демобилизованным югославским добровольцам умирающим в ужасных условиях лагерях во Франции, возвращение в страну, а также отправлять им продукты. Антиреспубликанская пропаганда в югославских СМИ не отличалась в значительной мере от концепции пропаганды в Третьем Рейхе, даже очень часто подразумевался перевод с немецкого фашистских газет качества информации. Таким образом, в одной из статей в журнале Министерства внутренних дел, Криминальная библиотека, про фашизм написано, что он обоснован на принципах уважения исторических традиций, культурных достижений и всех других особенностей определенных наци. Разгром республиканских сил антифашизм в Испании, монархистская Югославия считала своим европейским первоочередным абазиатселством осуществляемим војсками генерала Франка. Самом конце војни Югославске дипломатические представители в Испании были почетными гостями на празднике фашистской организации Фаланга, где их по собственным словам встречили очень сердечно, которые со своей стороны выражали восхищение и восторг вождем права восстания Франка. Югославские чиновники называли его спасителем Испании от красного терора и человеком обладающим огромной нравственной силой. Манархически режим Королјовства Югославии относительно Испании следовал своим влијательным сојузникам Берлина и Рима Гитлера и Мусолини. Радикальни и бескомпромисни антикоммунизм, страх идеи социальне исправедливости и истинного национального равенства в Югославии направили представители режима по форме авторитарного, а по содрежању правова и репресивного стан европейского фашизма. После ухода правительства Милана Стојединовића новоје правительство Драгише Светковића продалжало јошљо болје активно подреживати фашистску Испанију начинја перегавори по торговље оружијем между двуми странами сразу после акредитацији представителја Югославии и Бургосе. Војная победа франкистов в официальне коресподенцији југославске дипломацији величајца освобађђђенјем и таким образом не толјка семантически, но и по суци определјајат отношение к событиям в Испанији, а такђже к основным идеологическим расхожденијам в Європе накануне Второй мировой войны. С другой стороны, победная франкистская Испания с благодарностью ответила не только экспортом оружия в Югославию, но и предложением включить Югославское королевство в большое пространство автарки, которое, кроме националистской Испанији, составили би и третий рейх Гитлера, Италија Мусолини и Венгрија Хорти. Итак, государство сформированное в конце Первой мировой войны, как эмансипирующий антимпериальний проект накануне Второй мировой войны, по способу своих действий и идеологической ориентацији стало гораздо ближе сотрудничеству с европейским фашизмом. Испания представляла собой самую очевидную парадигму этого утверждения. Спасибо большое много по-приме для меня неизвестного. Хотела бы, известны ли цифры, сколько всё-таки туда людей, пусть подпольно как-то, да, пересылалось? Насколько много было на бравоуте? Тысяча... около тысяча... тысяча-полтора. И, соответственно, многие не вернулись, да? Половина не вернулись. А как-то их судьба дальнейшая, потом в Югославии послевоенной, они стали героями, например, или какой-то интерес к ним был проявлен? Интересно, что Франкистская Испания одна из первых стран, которая официально признала. признала НДХ, фашистскую Хорватию, во Второй мировой войне. И Франкистская Испания первая сказала, что после разгрома Югославии, Югославия больше не будет. У меня тогда такой вопрос, может быть, совсем какой-то невежественный. А вот в современной сербской историографии вот этот период предвоенный характеризуется в Югославии как тоже профашистский, или как он... Ну, по-моему, смотря фашистской Испании, мы знаем такое устойчивое, да, или, там, скажем, японский фашизм, например. А вот про Югославию, как этот период сейчас у историков квалифицируется? Ну, сербская историография не занимается этим периодом. Интересно. И я не знаю, это компрометировано. Но акцент на борьбу коммунистов в антифашистской Испании, это после освобождения Югославии от фашизма, 1945 года. Тогда акцент был на борьбу коммунистов. Это геройская борьба, это официальная наратию была. Мне довелось в рамках одного проекта брать интервью у нескольких участников Второй мировой войны. Это был проект по сохранению памяти. И вот они говорили о том, что испанские борцы, как их называли, пользовались особым почетом, как опытные организаторы. Они, по сути дела, составляли ядро партизанского движения Второй мировой войны. Так что у них был очень высокий статус во всем партийным партийным организацией. А я хотел поставить вопрос решения правительства Стоядиновича о запрещении практически деятельности Коммунистической партии и осуждении участников испанской войны. Не способствовал ли он определенной романтизации этих участников испанской войны среди народа? То есть не поднял ли он популярность то есть дали утицу на популярность испанских бороцов код народа преизбивания других Советского рата? Отлуху о них о запрещении? Я не знаю это совсем. Это не влияло на его вы думаете его политическая популярность Стадиновича участников участников войны Я думаю что это не влияло но нет источники которые говорили об этом Просто тут речь шла романтизация как важный фактор для и все эти решения которые наше правительство в свое время принимало оно как-то все неправильно давало неправильные результаты в том плане что партия коммунистическая которая на самом деле была запрещена она увеличила свою популярность именно по причине тех решений которые правительство принимало перед или с 32 по 40 год то есть они способствовали их популярности романтизация наступила постфактум после победы коммунистов все решения и запрещения которые они вводили по-моему я думаю что не влияло на популярность их они были запрещены коммунисты очень можно понять когда вы говорите о том что красная зараза красный образ коммунистов то есть эти коммунисты они ассоциировались как российские коммунисты которые добились победы над империализмом в советской России или ассоциировались вообще с коммунистическим движением с тем фактом который венгрии с интернационалом с интернационалом 30-е годы да 30-е годы питание как вас выживали в этом году югославские коммунисты были фракцией советской партии скпб и они идеологически следили советскую партию до до диссолюции 1948 года до резолюции информационного бюро у меня еще тоже вопрос что очень интересный материал спасибо я тоже хотела бы понять с точки зрения идеологического оправдания получается что Югославия стала самостоятельной суверенным государством на национальной основе раз это единство славянских языков в этом смысле как бы действительно кем вышедшим за пределы империи антиимпериалистическим пафосом и вот с этой точки зрения близость к Испании у нее была тоже и вся риторика строилась как защита именно национальных суверенных интересах в этой идеологии была несколько против коммунистов важна была важна уважение традиции в этой добра относа кое после до времена между Югославией и Шпании могла да учить не само общая борьба против кумизма но и сличность в уреде земля то что и Шпании и макро между военно период это правые режимы были в Югославии и в Испании И если не было второй, я предполагаю, если не было Второй мировой войны, тогда бы это были дружные страны. Ну, это предположение. Я не знаю, что верно не дали, я тоже не слышал. У нас тоже был культ добровольцев, которые ездили в Испанию поддерживать, и тоже было так хитро, потому что официально же наша страна не имела тоже права туда посылать и оказывать военную помощь, но все абсолютно знали, что люди там воюют, вот такое двойственное положение. Но мне кажется, что потом, вот после войны, эти люди никак не были вознаграждены никакими наградами. Я вот не знаю, про их. Комунистическая партия Испании... Как бы дистанцировалась немножко, нет? Комунистическая партия Испании и руководство жили в Москве. Долорец и Барури, легендарная «Ла Пассионария», жила в Москве. Комунистическая партия Испании и Барури, легендарная «Ла Пассионария»? Комунистическая партия Испании и Барури, легендарная «Ла Пассионария»?